Новости 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 Патриархати утверждают, что лишенный сана в пятом году, бывший епископ находился в добровольном затворе, а ответственность за его контакты с внешним миром несет израильская полиция. Как стало известно, затворник оставил уединение для того, чтобы получить медицинскую помощь. Бывший патриарх Ириней 3 ноября был успешно прооперирован, ему удалили грыжу, и через несколько дней, как ожидается, он будет выписан из клиники, сообщает Седмица.ру. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 21 ноября в 1694 году родился Вольтер, французский поэт, один из крупнейших философов-просветителей XVIII века. В этот же день в 1905 году родилась Татьяна Лукашевич, известный кинорежиссер советских комедий «Подкидыш» и «Ход конем». В 1927 году родилась Татьяна Носова, советская киноактриса, запомнившаяся зрителям по фильмам «Свадьба в Малиновке» и «Королевство кривых зеркал». 21 ноября – Всемирный день телевидения, Россия празднует День бухгалтера, а Бангладеш – День вооруженных сил. На этом я с вами прощаюсь, эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok